всем привет вы на канале крипто комманс пока bitcoin вот у нас собственно совершает вот такой вот сложный фокус по удвоению цены мы с вами поговорим про не что иное как про ripple а именно друзья из этого видео вы узнаете что у меня во первых нет позиции по ripple я стопанулся внизу как и многие наверное из вас вышел чуть ли не в убыток и вот он вроде как пошел но это все поправимо на самом деле сейчас моменте волатильность мы видим что немножко льют мы видим что немножко льют биток тоже льют да вот но в целом также по риплу еще я хочу вам сказать что подвезли интересные новости во первых наш товарищ алисиорастани выпустил видео три дня назад глобальный анализ по риплу уже 20 тысяч просмотров набрал мы перевели его специально для вас поэтому давайте же ознакомимся с ним буквально сейчас через минуту после того как я вам напомню что на бирже гейд сейчас идет крышесноснейший турнир самый большой турнир по трейдингу среди всех вообще пользователей бирже старый млад и новых и завсегдатаев команда наша называется профитроли ссылка в описании я не знаю можно ли еще вступить но по моему да проверьте если еще не вступили у нас уже 5 лямов объем торгов мы выходим на 15 место друзья и по возвратам вышли на двадцать девятое но вчера были на двадцать пятом сейчас немного откатили в общем давайте посмотрим что сказал алисиорастани про ripple с точки зрения технического анализа а после этого нам с вами расскажет еще новости компании их собственно сила брэд гарлинг хаус так что оставайтесь с нами будет интересно и и ставьте лайк если он такое заходит и так как вы видите это линия тренда которую я показал в прошлый раз вы можете видеть что xrp в первую очередь пробил ее пару недель назад и пробил уровень 041 но потом он быстро развернулся и пробил линию тренда обратно так что это был ложный пробой и обычно ложные пробои могут быть бычьими по природе не всегда но обычно ложный пробой линии тренда и уровне поддержки может быть потенциально бы чем по природе это мы еще посмотрим пока это не ясно как вы видите xrp так и не пробился вниз xrp не пробил этот важный уровень который я упомянул в прошлый раз 035 и как я упоминал ранее сначала ему нужно пробить этот уровень на 035 перед тем как я смогу стать медведем перед тем как у нас будет высокая вероятность того что мы пойдем на более низкие цены этот уровень не был пробит это важно потому что это означает что медвежий сценарий не был запущен и так что это означает что xrp поднялся обратно внутрь тренда и есть ли какие-то улики на графике сейчас которые расскажут нам что вероятно но было для xrp вы можете удивиться но есть некоторые позитивные и хорошие признаки на xrp я покажу вам но сначала я скажу вот что как я говорил в прошлом видео все это ралли которое у нас было на xrp с 2022 года от минимумов 2022 до максимума прошлого года было очень перекрывающее себя по природе как вы видите очень много перекрывающих друг друга структур где цена просто шла в никуда и эти перекрывающиеся структуры они указывают на коррекционный паттерн и коррекционный паттерн где вот так вот все перекрывается это не хороший признак для потенциального восходящего тренда это основная проблема которая у нас сейчас есть на xrp другими словами все это ралли сейчас все еще проблема для меня кстати все это падение тоже проблематично как я объясню через пару моментов и так вне зависимости давайте приблизимся и вы увидите кое-что интересное это ралли первый вопрос который я задаю когда есть такое ралли это окей цена выросла но импульсивное ли ралли потому что как мы знаем из теории волны лёта для начала аптренда первая волна аптренда должна быть сложена из пяти подволн пяти более мелких волн и так один два три четыре пять и посмотрите они не перекрываются что я имею в виду в импульсивной структуре волна 4 и 2 не перекрывают друг друга и это очень важно это то что мы имеем в виду под импульсивным ралли пяти волновое ралли за которым должен следовать коррекционный откат который обычно откатывается в диапазон от тридцати восьми и двух до шестидесяти одного и восьми процентов от первого ралли другими словами что у нас есть это волна 1 волна 2 и потом волна 2 завершается и когда она завершается тогда мы начинаем волну 3 на гораздо более высокие уровни кстати вы можете заметить что волна 3 также состоит из пяти более мелких волн другими словами что нам нужно на графике как я объяснил это кое-что такое волна 1 которая импульсивная потом волна 2 и потом чтобы подтвердить что мы в восходящем тренде следующее ралли должно пробить максимумы волны 1 чтобы указать что мы в третьей волне давайте посмотрим на график xrp это последнее ралли в июле и так большой вопрос сейчас является ли оно точно таким же как все предыдущие ралли заметьте что предыдущие ралли на xrp не смогли ничего запустить просто пампы и дампы наверх вниз наверх и потом падение может ли это быть тем же самым вот что мы сделаем давайте приблизимся и давайте перейдем на более мелкие таймфреймы на двухчасовой график и кстати можете использовать часовой если хотите и так это двухчасовой график xrp и вопрос который хочу задать это если у нас импульсивная ралли похоже что вероятно оно у нас есть есть хорошие признаки это может быть потенциально волнами 1 2 3 4 и 5 так что да у нас есть 5 волн наверх так что можно сказать это вероятно что это ралли которое началось с начала июля может потенциально быть волной 1 2 3 4 5 это может потенциально быть более крупной волной 1 и это падение здесь может также быть потенциально более крупной волной 2 и так в общем это возможно сказать что из-за того что у нас есть 5 волновая ралли это может быть волной 1 и и вот это падение может потенциально быть волной 2 потенциально и или вероятно и кстати помните волна 2 может расшириться глубже она дошла до 38 и 2 процента от предыдущего ралли на 0.54 но может расшириться глубже на 0.5 или на 0.47 посмотрим и так суть хорошие новости в том что пока это ралли было импульсивным по природе тем не менее доказывает ли это что xrp прошло дно что мы в восходящем тренде нет потому что как вы помните как я пару минут назад упоминал как я только что упоминал просто потому что у вас есть импульсивное ралли как вы видите здесь это не означает что вы прошли дно или начинаете восходящий тренд что вам нужно это коррекция которая может быть глубокой или неглубокой но потом что вам нужно это чтобы ралли следующее ралли пробила максимумы волны 1 это не произошло так что давайте вернемся на график xrp пока что хорошо пока у нас было хорошее ралли которая выглядит импульсивно по природе на более мелких таймфреймах и даже на более высоких мы можем это обозначить 1 2 3 4 5 и так пока что хорошо это потенциально или вероятно может быть волной 1 и вот это падение может быть потенциально или вероятно быть волной 2 если вам интересно почему я очень осторожен причина в том что как я говорил пока xrp не пробьет последний максимум примерно на 0 643 плюс минус пока он не пробьет этот уровень у нас все равно нет высокой вероятности того что мы прошли дно если xrp сможет скажем она удержит поддержку в этой области скажем например он спустится в эту область пока xrp может оставаться над вот этой важной поддержкой вот этой желтой линии на 0 43 который является ключевым уровнем поддержки потому что под ним уже не сможет сохраняться вероятность того что мы в волне 2 так что держите в уме и если xrp упадет под эту желтую линию 0 43 или 0 42 тогда нет шансы очень сильно уменьшаются что мы в волне 1 и 2 xrp должен удержаться над этой желтой линии над поддержкой на уровне 0 436 в идеале и если цена потом сможет опять подняться скажем из этой области и мы сможем пробить предыдущий максимум если xrp сможет подняться и пробить самый последний максимум в идеале на 0 643 или скажем выше 0 65 то шансы увеличиваются что у нас потенциально было дно пожалуйста не будьте уверены что просто из-за 5-ти волнового ралли у нас было дно и все готово мы определенно пойдем выше нет мне нужно подтверждение у нас все еще его нету все что я говорю у нас есть позитивный признак как мы можем видеть xrp поднялось к этой линии тренда отверглась от этого уровня и упала посмотрим что будет что нам нужно это чтобы xrp пробил этот последний максимум на 0 64 3 примерно и посмотрим что произойдет если мы поднимемся над этим уровнем импульсивно кстати я бы тоже предпочел чтобы вот эти максимумы тоже были пробиты в прошлом видео я упоминал эти уровни 0 72 0 75 примерно я бы предпочел чтобы xrp если он пробьет этот последний максимум на 0 64 я также хотел бы увидеть продолжение в идеале выше чем 75 или 72 хотя бы цента просто чтобы увеличить вероятность того что у нас было дно я должен сказать тем не менее что если xrp в итоге импульсивно пробьет этот последний максимум на 0 64 это будет хорошим признаком позитивным признаком потому что мы пробиваем эту линию тренда пробитие этого уровня если оно произойдет будет позитивным признаком все что я говорю это просто чтобы увеличить вероятность еще больше я хочу увидеть продолжение над уровнем 0 72 0 75 потому что это увеличит вероятность того что у нас было дно так что пока что хорошо и посмотрим что произойдет сейчас я буду держать разум открытым так в общем вот такой вот прогноз от алисио и давайте сразу не будем тянуть переходим к новостной части что скажет брэд гарлинг хаус сио риппл лапс по поводу текущей ситуации с в деле сек и не только потому что все конечно же ждут риппл ту за муна все ждут пробития из этого треугольника наверх и вот оно вроде бы сейчас прямо происходит но мы видели уже таких три можно сказать ложных пробития поэтому друзья давайте глянем что скажет непосредственно глава компании и потом это обсудим брэд каков твой посыл по этим демократов и республиканцев что ж ну во первых данный вопрос не должен вставать в повестку партийного обсуждения я считаю что мы все должны способствовать техническим инновациям а данная технология может на самом деле трансформировать себестоимость и эффективность финансовых транзакций в частности так что мой посыл на самом деле мы как индустрии хотим видеть необходимое законодательство мы хотим ясность этого регулирования и видеть то как республиканская партия склоняется в данную сторону стало глотком свежего воздуха ты ведь ясно видишь что тема крипто стала близка президенту трампу так почему администрация президента байдена делает все так неправильно что это не нравится крипто сторонникам что ж я думаю основная причина того что сейчас происходит заключается в том что пять лет назад я публично говорил что у нас нет ясности и правил у нас нет ПДД и спустя пять лет после того как на риппл подали в суд комиссия по ценным бумагам и биржам США у нас все еще нет этих правил движений ведь прямо сейчас между этой администрацией и председателем комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Гэнслером реальный конфликт между SEC и в некоторой степени CFTC о том кто в конечном итоге является регулятором в итоге председатель Гэнслер придерживается того что как бы все что является так сказать цифровыми ценными бумагами попадает под его юрисдикцию он об этом постоянно говорит и текущая администрация продолжает как бы войну против индустрии о чем в настоящий момент ты общаешься с текущей администрацией я знаю что недавно ты упоминал некоторые из этих судебных разбирательств и конечно же результаты прошлого июля когда по крайней мере ты достиг частичной победы в данном случае в конечном итоге все более менее сложилось в твою пользу не вдаваясь в подробности юридических нюансов но сейчас мы говорим об администрации которая похоже немного пошла на попят а возможно до них дошло но о чем конкретно ты сейчас с ними ведешь беседы в отношении регулирования о том как они могут поменяться измениться в обозримом будущем да на самом деле я принимал участие в круглом столе в Вашингтоне который был организован представителем Рохана там были сенатор Джилибранд а также из конгресса Анита Данн и я понял что демократы осознали что они отстают от республиканской партии от того где находится республиканская платформа в вопросе крипто я думаю что они услышали индустрию Марк Кюбан также был одним из организаторов этого мероприятия и мне показалось что это стало новым взглядом на данную тему но как ты упомянул это буквально целая годовщина судебного дела когда компания Риппл оказалась под судебным нападком от правительства и одна из тем которую наиболее злобно отстаивала SEC заключалась в том что XRP цифровой актив который Риппл использует в своей технологии является ценной бумагой это то что на самом деле их беспокоит и когда судья заключил что XRP не ценная бумага то это стало формирующим событием для индустрии так что мы продолжим эту шумиху и будем пытаться вести дальше требования в достижении ясности регулирования я надеюсь что скоро мы эти изменения увидим я хочу уточнить решение суда провело разделение между институциональными инвесторами и розничными инвесторами на самом деле там говорится то что если ты берешь например недвижимость или даже если ты берешь свиные грудки и размещаешь это в инвестиционный контракт то такой контракт является ценной бумагой ясно но решение говорит очень ясно сам по себе XRP не является ценной бумагой Бретт согласен ли ты с тем что так ладно причина почему президент Трамп так поддерживает крипто заключается в том что он не хочет чтобы Китай оказался большим про крипто чем США это на самом деле является материальным риском что Китай обойдет США с точки зрения развития крипто что ж я не могу говорить конкретно про Китай но то что мы с вами видим это Британия, Япония, Сингапур и даже в целом Европейский Союз с двумя десятками стран объединились для создания общего закона чтобы обеспечить крипторегулирование они его назвали МИКа и расстраивает то что американские компании которые буквально выросли здесь на западе находятся в замешательстве что мы как страна не можем создать эти правила эти законы и вместо этого у нас происходят эти бесконечные судебные тяжбы идущие отсек которые на самом деле проблему не решают так что мы пошли в суд потратили около 150 миллионов долларов и три года нашего времени доказывая в суде и обосновали что мы не можем так поступать с каждым токеном за это время мы научились и сейчас наступает момент истины когда обе партии демократов и республиканцев внутри конгресса утвердили так называемый акт фит 21 сенат сейчас готовит рассмотреть этот законопроект и конечно же с выбором кандидата в вице-президента джейди венса который самолично создал черновой вариант данного законопроекта сенат должен будет его рассмотреть то есть это в меньшей степени вопрос о регулировании от двух партий а в большей степени о гэри гэнслере что ж определенно на мой взгляд гэри гэнслер находится буквально в войне с крипто это точно но также общий тон в целом исходящий от администрации байдена ведь подразделение оси си явно было против крипто видны также и другие признаки исходящие от индустрии банков которые имели также точку зрения против крипто что явно не было на пользу и возвращаясь к ранее поставленному вопросу знаете мы как страна получили огромные преимущества от того что являемся центром и сердцем интернета интернет буквально вырос здесь и частично из-за того что у нас были ясные законы и их динамика которые были утверждены в конце 90-х это позволяло предпринимателям создавать а капиталу поступать и сейчас находясь в поисках этих вопросов видя как другие страны по всему миру склоняются к данному вопросу обеспечивая эту ясность мы видим как предприниматели капитал в этой индустрии поступают в другие страны вместо сша брэд мне вот интересно когда мы с тобой говорим о регуляторных аспектах я понимаю это политическая платформа которую трамп и в некоторой степени джейди вэнс начинает сейчас использовать с момента своей номинации в кандидата вице-президента но также мы знаем что есть много ограничений скажем так для роста крипто пространства которые не только идут напрямую из белого дома есть беспокойство от фрс есть беспокойство от казначейства в некоторой степени агентства в какой-то степени остаются автономными независимо от того кто придет в белый дом и кто будет назначен их председателем да я с этим абсолютно и совершенно согласен я думаю что смотри мы сейчас видим что в попытках достижения ясных правил большинство людей которых я знаю в криптоиндустрии являются хорошими игроками которые хотят следовать правилам а мы все это время просим эти ясные правила я думаю как алекс говорил ранее председатель генслер вместо того чтобы сказать давайте все проясним давайте сядем они лишь набирают все больше юристов чтобы продолжать вести больше судебных дел опять же это неправильный путь к решению регулирование через законоприменение это не лучший способ чтобы решать эти проблемы и это именно то над чем мы работаем с людьми из Вашингтона и опять же я понимаю обе стороны просто это стало повесткой двух партий может быть по плохой или хорошей причине и мы видим как республиканцы склоняются к ней в большей степени чем демократы у нас осталось 30 секунд Брэд а мне интересно о твоих делах сек ведутся ли у Вас прямо сейчас разговоры с агентством об урегулировании конкретно об этом я говорить не могу могу лишь сказать что решение судей было понятным но как ты правильно подметил остался последний вопрос об инвестиционном контракте со стороны институционалов в самое ближайшее время мы ожидаем разрешения но сказать точно когда судья решит я не могу ну короче что и вроде вот мы даже отскакивать начинаем потихонечку еще сильнее хотя перед этим нас пролили пока я делал для вас это видео друзья но вот это все не что иное как просто сиюминутная волатильность и пускай не дайте ей себя сбить с толку вот я вам что хочу сказать потому что это все туфта вот если мы смотрим сюда дневка красная неделька зеленая месяц зеленый год зеленый и час красный да ребята час красный дневка тоже плюс минус красный то есть вот она по ходу пошла коррекция вот они продавцы отработали но еще раз вам говорю это коррекция если мы смотрим на биткоин то она носит скорее всего временный характер нежели что-то серьезное и в этом случае ripple уже мы видим что отскакивает на дневке на четырех часах ripple кстати вообще альты даже не собираются особо падать вместе с битком так что по ходу все нормально друзья торгуем осторожно вот диверсифицируемся вот эти си да у меня немножко в минус ушел я его по локальным хаям открыл но еще раз говорю посмотрите биток то уже как бы хаи переписывает имейте это ввиду просто что биток реально уже переписывает хаи и кстати уперся сейчас практически в свое нисходящее сопротивление локальное ну альты извините меня тот же xrp он вообще еще хаи не переписывал семнадцатого года даже ни разу ну тут как бы тут совсем другая картина как минимум тут совсем другая картина по сравнению с биточком друзья говоря серьезно и да тут тоже нисходящее сопротивление но тут еще не закрыто вот это все понимаете весь вот этот гэп не закрыт и даже более и даже более предыдущие движения гейт старая биржа здесь мне кажется должно быть да понимаете вот у нас по xrp то с вами 4 доллара на гейте было кстати кто не знал об этом я помню 350 на полониксе короче дойдет ли риппл до своих локальных хаёв в 2 доллара и перепишет ли олтайм хаи напишите пожалуйста в комментариях свой ответ я лично думаю что как минимум до сюда дойдет и перепишет а может быть и хаи перепишет вот а у меня на этом все спасибо что смотрите крипто коммонс добавляйтесь к нам в телегу состязание на гейте минимальный порог входа всего 100 usdt чтобы начать торговать в команде и скоро увидимся помните что в долгу мы все только только выходим из канала накопления по биткоину вот у нас была коррекционная фаза сейчас мы пошли снова наверх уперлись в fair value в честное значение поэтому все будет окей всем профит роли хорошего настроения удачи в торговле и до следующей встречи пока удачи! 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 Продолжение следует...